За всю историю человечества на Земле происходило много странных и необъяснимых наукой случаев. Больше всего здесь шокирует то, как порой жестоко может подшутить над человеком природа, например, добавив ему третью ногу, огромный горб или же изуродовав лицо. И как бы сильно не прогрессировала наука, даже в наше время рождаются странные люди, которым врачи не могут помочь. Сегодня мы с вами узнаем историю, которая поразила мир в конце прошлого века. Не так уж и давно, по сути. Этот шокирующий рассказ о мужчине, который 36 лет вынашивал в своем животе родного брата-близнеца, сам того не зная. Вы не верите? Тогда вам точно следует посмотреть этот ролик. Итак. Эта удивительная история произошла в 60-е годы прошлого века в деревушке близ индийского города Накпур. В обычной крестьянской семье Пхагат родился мальчик, которого назвали Санджу. У родителей, кроме него, росли еще шестеро братьев и сестер разного возраста. Все они были абсолютно здоровыми и смышленными детьми, без каких-либо физических отклонений. Сам Санджу тоже ничем не отличался от своих сверстников и братьев. Он очень любил бегать, играть в мяч и купаться в речке. Когда Санджу исполнилось 10, родители стали замечать, что их сын расположен к полноте, и у него начал расти животик. Но особого значения они этому не придали, списав все на то, что Санджу слишком много кушает. Однако с каждым годом становилось только хуже. Живот у подростка продолжал расти, при том, что сам он не был сильно полным. Со стороны казалось, что Санджу Пхагат беременный и вот-вот должен родить. В 15-летнем возрасте юноша очень стеснялся ходить в школу, ведь над ним постоянно издевались и смеялись одноклассники, обзывая беременным Санджу или человеком мечом. Сам Пхагат утверждал, что живот не просто смущает его, но и мешает нормально дышать и ходить. В конце концов, родители все же решились отвезти сына в больницу. Там его осмотрел местный доктор, пощупал живот, посмотрел на язык и, не взяв никаких анализов, заявил, «Ваш мальчик здоров как бык, пищеварительные органы в порядке, печень в порядке. Пусть парень больше уделяет времени спорту и поменьше ест». На этом прием у доктора был закончен, и Санджу с родителями вернулся домой. Но с течением жизни живот Пхагата продолжал увеличиваться в размерах. И к 36 годам мужчина стал похож на беременную женщину, которая носит под сердцем минимум двойню. Из-за этого мужчина не мог строить отношения с девушками, так как его брезговали и сторонились. Кроме того, Пхагат стал чувствовать себя очень плохо. Из-за огромного живота он не мог работать, нормально ходить, у мужчины постоянно болела спина. Перевалив за отметку в 36 лет, Санджу стал ощущать сильные боли в области желудка, а затем и всего живота. Закончилось все тем, что мужчину экстренно увезли в больницу. Медики, увидев Санджу, приняли решение немедленно оперировать мужчину. Они думали, что у него может быть гигантская опухоль, поэтому решили удалить источник выпуклости его живота. Опухоль была настолько большой, что давила ему на диафрагму, и поэтому он с трудом мог дышать, рассказывал Аджей Михта, хирург, оперировавший Пхагата. Но каково было их изумление, когда, начав операцию, они столкнулись с невероятным зрелищем. Из раскрытой брюшной полости индийца хлынула жидкость, очень напоминающая по виду околоплодную. Дальше больше. Из живота пациента показались конечности и покрытая волосами голова. В итоге врачи извлекли из мужчины существо, отдаленно напоминающее недоразвитого ребенка. У него имелись хорошо развитые конечности, а также волосы и зубы. Другие органы различить не удалось. Я погрузил руку внутрь и сказал ассистентам, что там много костей. Сначала появилась одна конечность, затем другая. Потом фрагменты гениталий, волос, конечности, челюсти. За всю свою жизнь я провел много сложных операций и видел многое. Но с таким столкнулся впервые. В животе Пхагата было странное полусформировавшееся существо, которое имело очень развитые ноги и руки, а его ногти были весьма длинными. Я очень удивлен и возмущен некомпетентностью моих коллег, которые много лет назад так отнеслись к Санджу. Рассказывал в интервью доктор Мехта. Оказалось, что Санджу страдал редким заболеванием, которое специалисты называют плод в плоде. Подобная аномалия встречается крайне редко. В медицине зафиксировано всего около 90 случаев пациентов с подобной проблемой. Такое происходит, когда во время внутриутробного развития одна оплодотворенная яйцеклетка попадает в другую и начинает развиваться внутри своего близнеца. Женщина рожает одного ребенка, даже не подозревая, что внутри него продолжает жить, паразитируя его близнец. Своего брата-близнеца Санджу носил в себе целых 36 лет. После операции Пхагат сразу же почувствовал себя лучше. Когда врачи рассказали ему, что или вернее, кого именно они достали у него из живота, мужчина был в шоке и отказался взглянуть на своего брата-паразита. Санджу Пхагат вернулся в родную деревню, где вел самую обыкновенную жизнь. Возможно, после того, как его избавили от живота, мужчина все же смог найти свое счастье и создать крепкую семью. Кто знает. Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Говорят, что люди еще долго насмехались над мужчиной, говоря, мол, Санджу был беременным и где-то родил ребенка. Как ни странно, при этом они, в общем-то, недалеки были от правды. История Санджу Пхагата поистине шокирующая. Ведь такое даже представить сложно, а бедный мужчина жил с этим 36 лет. Пользуясь случаем, хотелось бы рассказать вам еще одну удивительную историю о человеке, который не спит уже 50 лет. Вьетнамский старик, фермер Тхайн Гок, обладает весьма странной для любого человека особенностью. Дело в том, что мужчина перестал спать с 1973 года, а это ни много ни мало 50 лет назад. Тхайн Гок родился в небогатой вьетнамской семье, в провинции Куангнам, в 1942 году. Он рос самым обыкновенным ребенком. Как и все, пошел в школу, играл с мальчишками и помогал родителям по хозяйству. Никто в его семье не замечал за маленьким Тхаем ничего необычного. Когда мальчик вырос, то пошел по стопам отца, занялся фермерством. Тхай женился на девушке по имени Тхи Баин Гуэн. В браке у пары родилось четверо малышей. Сейчас они взрослые и у них давно уже свои дети. В 1973 году Тхай Юн Гоку исполнился 31 год. Торжество прошло скромно, ведь семья жила бедно. Именинник тогда и представить себе не мог, что случится с ним в этом году. Однажды у Тхая поднялась сильная температура и пришлось вызвать врача. Осмотрев пациента, доктор сказал, что это, скорее всего, лихорадка Денге и назначил лечение. Через несколько дней мужчина выздоровел, но случилось невероятное. Нгок перестал спать. Сначала Тхай думал, что это пройдет, но шли дни, недели, месяцы, а спать ему все не хотелось. Чего он только не делал, даже принимал сильнейшие снотворные, все было тщетно. С того дня прошло уже 50 лет, но мистер Нгок так ни разу и не заснул. Тхай Нгок свои бессонные ночи проводит за работами в полях. Он все так же живет в провинции Куангнам и до сих пор занимается фермерством, а ведь ему уже за 80. К дедушке не раз приезжали журналисты, но Тхай не любит пристального внимания и живет скромно. Репортеры расставляют камеры в доме и за его пределами, чтобы наблюдать за знаменитым вьетнамцем и его семьей. Но Тхай не делает ничего необычного. Он плетет корзины из бамбука, обрабатывает участок и пьет сладкий чай. Существует несколько версий, которые объясняют особенность, появившуюся у вьетнамца. Они обе выглядят правдивыми, но настоящая причина бессонницы известна только господину Нгоку. По первой версии, как уже было сказано, в 1973 году вьетнамец перенес тяжелую лихорадку. После выздоровления мужчина потерял всякий интерес ко сну, который так к нему и не вернулся. По другой версии, господин Нгок Тхай однажды сильно перегрелся на солнце. После этого вьетнамец перестал спать и начал работать по ночам. Достоверно выяснить причину, по которой пожилой мужчина всегда бодрствует, журналистам не удалось. Они даже однажды уговорили господина Нгока съездить в город Дананг, в больницу. Врачи осмотрели необычного пациента, но никаких отклонений у него не нашли. Память у вьетнамца хорошая, как и его физическое состояние. Прожить столько лет без сна – это удивительно. Обычный человек при таком ритме жизни уже мог бы потерять рассудок. Впрочем, есть версия, что Нгок все же спит по несколько минут в день. Но просто сам этого не замечает. Хотя, кто знает. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok